Из вершины треугольника опустили перпендикуляры на биссектрисы двух грунтых каблов и их продолжение. Ну то есть вот смотрите, под 90 градусов могло упасть, да, понятно, вот сюда. Получили такую точку. Здесь тоже есть биссектриса, и здесь провели перпендикулярно на этой картинке он попал сюда. Понятно? Вот. Задача. Если известно длину всех сторон треугольника, найдите длину вот этого адреса. То есть, представьте себе, мы знаем длину всех трех сторон. Вот эти величины известны. Вот это какая-то там точка P, это какая-то там точка Q. Нужно найти длину адреса по длину. Ну, вообще, в принципе, треугольник тремя длинными сторон полностью определяется. А мы знаем длину, хотя бы одной стороны. Я сказал, все три знают. А, B, C. А, то есть вам нужно, чтобы я число сказал, да? Там, не знаю, 214 сантиметров – это одна сторона, да? 329 сантиметров – другая. Так вам приятно будет, да? Да. Опустили перпендикулярно на биссектрисы двух углов, ну вот из третьей вершины. Так, из вершины А, перпендикулярно на биссектрисы углов B и C. Требуется найти длинному адресу как B. Ну, AQ – это половина от AB, тогда вторая группа. А почему интересно? Ну, потому что C до Q, по идее она висит из АМ. Да, что? Потому что это половина не Q, а Q. Да, Q. Да, Q. Да, Q делится угол в полах. И что? Немного должна быть. То есть вы думаете, что отрезок BQ – это половина стороны B, C? Да? Нет, не BQ, а AQ. А, AQ – это что? Вашим. Половина от AB. Почему? Точка. Это не середина отрезка AB. То есть случайно она может быть и серединой, если треугольник равноведренный, в том смысле, что АС равно БЦ. Но во всех остальных случаях это будет. Порисуйте, как это, чертежи. Важно. Теарема средней линии треугольника все знают? Нет. Тогда у вас нет шанса решить эту задачу. Что такое вообще средняя линия? Вот если у вас есть рубль и треугольника, то вы берете и соединяете середины двух сторон. Утверждение. Вот этот отрезок в два раза короче вот этого. И правильно. Давайте объясним. А когда у вас есть премьерный треугольник, представьте себе, что вы взяли все единые сторони. Представили? Да. В таком случае у нас получается замечательная штука. У нас получается четыре конгументных треугольника. Не понятно? Не понятно. Правда, вы не понимаете, как это доказать, да? Да. Доказать это проще всего так. Смотрите, вот у меня есть треугольник. Давайте я обозначу вашему. Сотру вот это. И сделаю так. Середина отрезка есть? Да. Есть. Возьму и проведу прямую параллельно ВС. Она где-то пересечет сторону АВ. Да. Пересечет. Давайте я эту точку обозначу. Вот это точка Х, вот это точка И. Правильно. Отлично. И через точку Х проведу параллельно АВ. Это будет какая-то... Давайте я спешу. Х, У параллельно ВС. Х, У параллельно ЧМУ? АВ. АВ. И еще. АХ равна ХС. То есть я сначала взял середину, а потом провел параллельно через нее. Да? Отлично. Кто знает, как тогда зовут вот эту фигуру? Параллелограмма. Параллелограмма. Понятно? Угу. Это четырехугольник, у которого две стороны параллельно, я вторые не правзал. Две другие и тоже параллельно. У параллелограмма во все положенные стороны равны. Ну, вот это я сейчас не буду рассказывать, почему. Но, по признакам круга треугольников, в общем, это все легко доказывается, у параллелограмма противоположная сторона равна. Хотя, поверите в это, можете? Да. Можете. Отлично. Это значит, что вот этот вот отрезок равен чему? Этого. Равен этому. А вот этот отрезок равен этому. Так? Уже делали, да? Вот. У нас здесь вот есть параллелограмма. Теперь давайте думать дальше. Давайте думать дальше. Мне бы сейчас, мне бы сейчас понять, по какой такой интересной причине вот этот отрезок равен этому. Это мы способны понять или нет? Ну, надо повести... Не надо ничего поводить. Смотрите. Эти прямые были параллельные? Да. Параллельные. А, есть такая замечательная теорема. Если есть прямая и две параллельные, то эти углы что? Параллельные. Равны. Эти углы равны, так? Да. Значит, это что? Равны. Равны. Так. Дальше. А эти прямые параллельные? Да. И с этой прямой, значит, они образуют что? Параллельные. Одинаковые. А теперь вспоминайте. Есть такой замечательный признак конкурентости треугольников. По стороне и углам. Есть такой? По стороне и углам. Если вы знаете сторону и прилежащие к ней углы. Давайте вспоминайте вообще, какие бывают признаки. Бывает по двум сторонам и углам между людьми. Да? Тогда треугольник обназначен определенный. Бывает по трем сторонам. Есть еще одно отличие к признакам. Это сторона известна и два угла известна. Есть такой? Да. Так вот здесь он нам нужен. Посмотрите, пожалуйста, на вот этот треугольник и вот этот треугольник. Вот этот отрезок равен этому, потому что мы, ну, так правильно. А x равно xc. Был такой? Да. Раенство этих углов – это из-за параллельности прямых, которые пересекают вот эти. Раенство вот этих углов – это из-за параллельности этих прямых. Понятно? Ну, значит, эти треугольники что? Равные. Правильно, да. Вот. Ну, и, соответственно, получается, что c, z равно и х. Понятно? Вот. Это уже дело. Я понял, почему вот этот отрезок является половиной от стороны b, c. Заметьте, кстати, получается, что точка z – это что? Середина. Отрезка равен. Хорошо. Что бы мне еще вам рассказать? Особенно ничего не надо, потому что вот этот треугольник, еще раз, он конкурентен этому, да? Нет. Значит, эта сторона чему равна? Заметьте, что это не просто точка z – это середина отрезка равна. Победа? Все все поняли? Да. Вот так доказывается теорема средней линии. Ну, сегодня задача была не о ней, а как-то ее применить. Давайте. Треугольник a, b, b – прямоугольник, правильно? Мы же тут проводили, например, мантикуляр вписи триси, так? Так вот, господин, разумно продолжить отрезок a, b, превратив треугольник a, b, b в равнобедренный треугольник. То есть, смотрите, берем, и вот этот отрезок продлеваем вот сюда. Понятно, что будет? Из-за того, что здесь равный уголь, у нас здесь возникает что? Равнобедренный треугольник. Чем у него является отрезок b, b? b, b. Высокой. Есть такая замечательная теорема. В равнобедренном треугольнике высота, проведенная из вершины, это что? Это и бисектриса, и митяна. Помните такую теорему? Равнобедренный треугольник состоит из двух одинаковых половинок. У меня, на картинке, не очень получилось равно, но должно быть равно. Если бисектриса, то вот этот отрезок, а t строго равен отрезку, ну, именно как бы обозначить, d. Итак, треугольник a, b, t равноведренный. Что дальше делаем? b, q, a, n, s. Нет никакого q. В математике буквы называются как в латинском алфавите. Итак, что q? Прямую q. Мы продолжаем линию а q. Правильно. До пересечения с отрезком, точнее с прямой b, c, так? Да. Отлично. Продолжим. Здесь получаю неркодушку e. И вот теперь должно быть короткое, простое отчисление. Половина а в твое а. Это она в твое а. Нет. Нет, нет, нет. Еще раз. Вы понимаете, что отрезок b, q это половина отрезка d, e? Да. Потому что средняя линия. То есть у вас есть треугольник d, e, a, и у него отрезок b, q является средней линией, да? Значит, на самом деле вам нужно найти длину отрезка d, e. Ну и потом по половой поле. Как это делать? Ну, измерить надо. Измерить. Измерить это как? У вас есть какие-то буквы. А, имеете в виду, что нарисовать конкретный чертеж с конкретными а, b, c и измерить. Ну, в принципе, так можно пытаться догадаться до формулы. Но это, во-первых, длинная работа. А, во-вторых, вы не будете уверены, что формула верна. Может быть, вы там что-то перепутали. Нет, нет, здесь совсем все просто. Ребята, надо просто про точки b, d, c и e понять, что мы знаем. Вот давайте, какие-нибудь из отрезков. Вот у нас есть такая прямая замечательная, прямая b, c, на которой лежат точно d и e. Какие отрезки мы там вообще знаем? Это уже по-быться. Нет, это здесь четыре точки. Да? b, c, d, e. Четыре точки. Да, b, c. Четыре точки вообще-то задают шесть отрезков. Правильно? Да. Число сочетаний из четырех подыхает шесть. Скажите, пожалуйста, хоть какие-нибудь из этих длин вы знаете или нет? Знаем, b, c. Вы знаете b, c. Отлично. Пишем. b, c. Это аматика. Хорошо. Еще что вы знаете? А, b. А, b неинтересно, потому что я сказал, мы смотрим сейчас только напрямую b, c. Точка d. Приехали. Ребята, точка d не просто так возникла. Точка d это вершина какого треугольника? Магнобельного. Значит? Е, d равно b, c. Почему это? Почему это? Еще раз. Мы проводили биссектрису угла b, на нее опускали перпендикулярно а, b. А, b, да, Гатя? Получается, а, b равно а, d. Молодец. Только не а, d. Почему? Сейчас посмотрите, снимай. Равнобедленный треугольник. Вы правильно обратили внимание на него? А, b равно b, d. А, b равно b, d. Вот смотри, у нас он вот так вот расположен. И здесь расположена треугольник, и здесь мы расположены, правильно? А, b. И вот эти адрески равны. И вот эти вот углы равны, да? Значит, а, b равно b, d. Но при этом на самом деле нам интересны не б, d. Итак, b, d это то же самое, что b, а, то есть c. Очень хорошо. И еще такая же мысль, только про другой треугольник. Костью будете? Нажимать в концептах через два раза. Нет, Игорь Негода, еще про один треугольник. Такую же простую мысль. Ах, чего? Мы проводили две бисектрисы. Вот когда вы проводили бисектрису из вершины b, вы получали луч bp. Ну, а еще что было? Цепку. Луч цепку. Есть, отлично. А значит? Все правильно говорить? Есть луч цепку. Дальше. Значит, цепку. Цепку. Молодец, да? Цепку. Чтоб с цепку связано. Сейчас. У нас есть вот такой вот равнобедренный треугольник. Е, С, А. У него вершина С. Е, С равна. Вот эти вот углы равны. Значит? С, Е равна, а С? Совершенно верно. С, Е. То же самое, что Ц, А. А вот, господа, теперь надо смотреть на эти отрезки. Нам дали отрезок В, С. Нам дали отрезок В, Д. И дали отрезок С, Е. Что мы теперь скажем? Значит, вообще-то хотим мы найти отрезок Е, Д. Нужно В, С, В, Д. И потом Е, С, В, Д, С. Значит, чуть-чуть. Нужно сначала В, С, В, Д. Мы получим вот этот отрезок. Да. После чего вычесть из Е, С, отрезок Д, С. Да. И что получится? У нас получше отрезок Е, Д. Ну, по-замечательно, формула какая-то? Ну, В, Д, минус, ой, В, С, минус, В, Д, и, ой, нет, Е, С. Что получится? С, нет, В, А минус, С. Ну, это из трехсосных называется. Садитесь. Совсем просто. Есть точки Е, В, Д, С. Есть. Давайте отмечать, что мы знаем. Мы знаем отрезок В, С. Видите? Это что такое? Это А. Понятно или нет? Мы знаем отрезок какой-то? В, Д. В, Д. В, Д. Это что такое? С. Вот этот вот отрезочек, это С. И мы знаем отрезок СЕ. В. Вот весь отрезок СЕ. Это что? Это В. Так и что же надо сделать, если вас интересует вот такой вот отрезок? В. 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 Что надо? В. 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 Смотрите, во-первых, надо взять отрезок В. Точно? Да. Во-вторых, надо из него вычесть отрезок А. Что мы при этом получим? Мы при этом получим вот этот кусок. И надо прибавить С. Понятно? Да. Или по-другому так. Складываем В и С. И. Что? Мы считаем из ЕС. Что? Мы считаем из ЕС. В. Плюс С. Минус А. пополам. Ответ такой? Ну... Да-да. Вы говорите? С самого начала. Жил-пыл при угольнике? Кабальцов-сюм. И что? Вы никак не понимаете. Вот, ребята, резиньки нужно там намазать отравляющим ядом. Это преступление. Украсть деньги – это преступление. Неправильная решительную математическую задачу – это учебу, а не преступление. Понимаете разницу? Итак, мы нашли УСЭН, потом мы нашли еще, получается, БД, и мы нашли еще… БД, вот написано, БД – это С маленькая. Это вы понимаете? А С маленькая – это что это значит? Вот так, слева на доске прочитайте просто обозначение. Длинный сторон треугольника обычно обозначают вот таким образом. Расстояние между точками А и В – это С маленькая. Расстояние между точками А и В – это С маленькая. Расстояние между точками А и В – это А маленькая. Вот это известные величины. Теперь, на эти доски первую строчку, вы понимаете? То, что ВС равно А. Да. Ну, это просто из условий задачи, да, пап? То, что вы понимаете? Здесь все понятно, как мы нашли это БД. Потому что треугольник равновесный. Смотрите, у нас была бисектриса. Что такое бисектриса, помните? Линия, которая делит углу с полом. Что это? Ну, и мы треугольник А, В, В отразили симметрично. Треугольник А, В, В отразили относительно прямой В, В. И получили треугольник А, В, В. Увидели его? Да. Увидели? Да. Увидели. Отлично. И значит, отрезок ВД равен отрезку АВ. Отлично. Пошли в треугольник АВ. Отлично. Пошли в треугольник АВ. СЕ. Помнили, почему СЕ умница? Ну, не совсем. Ладно. Но это больше, чем СВ. Это больше, чем СВ, да. Ну, это зависит от того, какая картинка. Могу быть больше, могу быть меньше. В зависит от того, как стороны соотносятся. Важно, что у нас есть та же ситуация, что была раньше. То есть, у нас есть бисектриса, и вот треугольник АСУ мы отразили относительно бисектрисы. Увидели? Треугольник АСУ вы видите? Да. Отлично. То, что есть у него такой же треугольник, только с другой стороны. Треугольник АСУ. Это СУЕ. Да. Увидели? Поэтому СЕ работа СА. Понятно. Третья строчка тоже будет. Замечательно. А теперь вот эта картинка. Тоже нанизу. Мы просто соображаем, какие отрезки. Посмотрите, что бывает и будет, когда вы сложите B и C. У вас отрезок B и D будет пройден в два слоя. Да. Если вы вычтите A, то это будет уже не в два слоя, а в один слой. И еще отрезок B и C отрежется. И в результате останется ровно то, что нам надо. Отрезок D. Значит, B плюс C минус A это в точности D. Зачем пополам? Понятно? Ну потому что там в два слоя проходят? Нет. Потому что отрезок B совсем нет. Подойди к картинке. Нас просили найти длину отрезка B. Покажите его пальцам. Замечательно. В каком треугольнике он является средней линией? Средняя линия равна половине длины стороны, которая направлена. Средняя линия. Вы видите на картинке, что B короче, чем D? Да. Оно короче в два раза. Потому что средняя линия короче в два раза. И поэтому нам нужно делить на два. Да. Так. Теперь по-честному. B плюс C минус A. Вы поняли? Покажите, где здесь B. Вот длины отрезок B. В здесь. Да. Где C? В фото. Правильно. Теперь сложите B плюс C и вычтите A. Получится BD. Нет. Не BD. Получится ED. Потому что у отрезка B вот этот кусок тоже был. В том-то и дело. B плюс C минус A это в точности ED. В B это вот этот весь длинный. Плюс C это вот этот. Да. Минус A. Значит мы вычтите вот это кусок и вычтите вот это. Да. Что останется? Получится. Останется LD. Останется ED. А так как PQ в два раза короче, чем ED, нам нужно разделить на два. Победа? Сейчас нарисую. Опять производим тревогу. Ну я не знаю, как мы так выглядели. АВЦ. Опять проведу бисектрисы. Только бисектрисы то, что называется внешних углов. Понятная идея, что не бисектрисы внешних угла. Это когда вот так. Вот представьте себе, что вот эти вот углы равны. И здесь продолжаю и делю угол пополам. То есть ну та же самая картинка, только если три стуки. Дальше. Опускаю как регулярно. И продолжаю. Здесь. А нет, пока продолжать не надо. Это во время решения будем продолжать. А пока просто опускаю как регулярно. И здесь опускаю как регулярно. Получаются какие-то точки. точку. Например, точка F и точка G. Задача. Чему равна длина отрезка F и G? Ну опять-таки, если длины сторон треугольника, исходного треугольника ABC, это известно. А у меня же з точка A есть еще. Как это именно получается длина? Ответ тоже G. В смысле? Вы знаете длины сторон треугольника ABC. АВ это С маленькая, BC это А маленькая, АС это В маленькая. Понятно? Длины сторон исходного треугольника известны. Дальше делаю вот такое построение замечательное. Провели бисектрисы внешних углов и из вершины А опустили катикулярно. Получаем какие-то две точки F и G. Картинка понятна? Да. Просят найти длину отрезка F и G. Провели бисектрисы. Ну, нет, и секунду-секунду. Точно не так. Просто на глаз видно, что вот этот треугольник. Сюда же. Да. И поставить на точку M. М. М. Отлично. И здесь проклятие. Да, надо здесь даже выйти из предела чертежа, но ничего такого. Нарисуете. И там какую-нибудь точку N поставьте. Да? Н. Так. Все понимают, о чем я открою? Отойдите, что мне скажите. Очень хорошо. Господа, разве не понятно, что тогда отрезок АФ равен FМ? Отрезок AG равен GN. Да, да, да. Все. То есть это что-нибудь на базу? Что делать за цель? Зачем? Ничего обозначать не надо. Важно понимать, что фактически у нас возник здоровенный треугольник. Смотрите. Вот он такой вот. Просто огромный. Да? Стреть большой. Чем является отрезок FG в этом большом треугольнике? Уреги линии. Конечно. То есть получается MN в два раза длиннее, чем M2. Правильно. Значит, если вы найдете MN, то на два поделите и получите FG. Сколько там еще? Давайте я расскажу так. Это надо, значит, взять отрезок MN, не поделить на два. Так, отлично. А из чего состоит отрезок MN? Из M, B, C и M. Из трех кусочков? Из. Ну. МВ. Да. БЦ. ЦН. Да. МВ. Молодец. Почему? МВ равняется АВ. Почему? МВ равняется АВ. МВ равняется АВ. Все поняли? Да. Спасибо. АВ это как у нас означается? АВ это на правой доске. АВ это С. С маленькая. Вот все, все пишет. С маленькая. С маленькая. Нет, дробь останется. Извините. Вот С. Нет. У нас будет дробная черта. Вот хоть делись. Нет, дробная черта пишется по середке со знакомого. Вот. Так? Конечно. И двойка, знаменатель, никуда не денется. Ну это понятно. А вот и двойка надо писать в перси. Сравните. Нет, двойка, всем двойка будет. Отлично. Теперь, значит, МН состоит из отреческой длины С маленькой. Пишем. Да. Дальше. БЦ отрезка это что? Это А. А, пишите. Плюс. ЦН или что? Это А. Это В маленькая. Это В маленькая, да? Плюс. Да. В маленькая. Все. Оказывается, что отрезок МН это просто половина периметра треугольника АВЦ. И đến тюрьма мне покойа опытаFо от зелиного снежника. Это проектора Princess, Friedfikка, дер Ви. И Рамки качалчibo. После тюрьма спорта с па�� пусткой у тебя были непосредственности по рассматривающим居ам, А.